В начале февраля этого года в Москве состоялось архиерейское совещание, на котором присутствовало более 250 архиереев Русской Православной Церкви под представительством Святейшего Патриарха Московского и Всеруси Кирилла. На этом архиерском совещании принимались некоторые документы для всей полноты Русской Православной Церкви. В частности, первый документ об участии верных в Евхаристии, затем о статусе иночества, затем о распределении выпускников московских духовных, санкт-петербургских духовных школ, а также семинарий города Москвы. Это достаточно важные документы. Как видите, почти каждый год, во всяком случае, раз в два года проходит архиерейский собор, и на нем принимаются соответственные документы. И в этом году, хотя архиерейский собор принято было не проводить, но несколько документов было все-таки принято. Эти документы были разработаны, как правило, в комиссиях межсоборного присутствия. Многие из них обсуждены очень широко в интернете среди верующих людей, в духовных школах, в епархиях. И вот уже архиерейское совещание большим числом архиереев принимали эти документы. Документ об участии верных в Евхаристии. О чем говорит данный документ? Ну, во-первых, о практике причащения верующих на протяжении всего периода христианской церкви. И, конечно, о практике подготовки к таинству причащения, о исповеди, о посте, посте подготовительном и евхаристическом посте. Что означает пост евхаристический? Это имеется в виду не вкушать пищу и не пить после 12 часов ночи и вообще ничего. Пост подготовительный – это три дня или неделя. В разные периоды по-разному было, да и сейчас тоже духовники по-разному благословляют. Поэтому вся была прослежена в документе история подготовки к таинству причащения и само причащение. Насколько часто, в одни периоды это было так, например, в первые века, за каждой литургией все причащались находящиеся в храме, и священники, и миряне. В другие периоды меньше, реже стали причащаться. В синодальный период в России это тоже было определенные, были решения святейших синодов, и какие-то традиции выработались определенные, да. Ну и вот как раз был разговор, и в документе это отразилось, о том, насколько, какая практика может быть применена сегодня. Все-таки в документе, просмотрев всю историю, сказано о том, что вполне нормально, если люди, верующие, христиане, весьма подготовлены, причащаются достаточно часто. И даже, скажем, причащаются каждый воскресный день. Кто-то, может быть, несколько реже. И, например, в пасхальный период, на пасхальной неделе даже причащаются, может быть, некоторые каждый день. Конечно, это зависит и от состояния человека, и зависит, конечно, от духовника, который наблюдает за таким человеком и благословляет на это, или не благословляет. Все это важно. Но, однако, вот, скажем, то, какова практика была в синодальный период, и в советское время, когда причащались в основном под постами, и даже, может быть, иногда раз в год великим постом, конечно, было сказано в документе, что практика эта несправедливая, даже смотря, если на практику древних христиан, если не за каждой литургией, то все-таки христиане должны причащаться чаще. Ну, и, например, было сказано о том, как готовиться и причащаться в Страстную неделю в Дни Святой Пасхи. Ну, понятно, что в Дни Святой Пасхи никакого поста просто быть не может, потому что пост оставляется на пасхальной неделе. Поэтому, конечно, верующие причащаются без поста. Ну, и некоторые еще другие, скажем, практики, которые сегодня уже существуют в Русской Православной Церкви. Во-первых, есть те священники и миряне, которые требуют редкого причащения, аргументируя это. С другой стороны, есть те, которые призывают причащаться за каждой литургией и, может быть, недостаточно готовясь ко причащению. И та, и другая крайность, она неправомерна и не может быть. Во-первых, действительно, все это зависит от состояния внутреннего человека, его готовности и, конечно, безусловно, духовника, который благословляет или не благословляет вот частые причащения. И поэтому, когда практика причащения изложена на протяжении истории всей христианской церкви, конечно, это очень важно для понимания частого причащения и подготовки к нему. Также говорится в документе и о подготовке и о причащении детей, например. Говорится о том, что дети должны уже с какого-то периода времени, скажем, после семи лет, во-первых, обязательно поститься. И в христианский пост должен наступать с трех лет, то есть не вкушать, после двенадцати ночи и не пить ничего. После семи лет дети уже должны приучаться с родителями читать правила ко причащению. В общем, это очень важные, конечно, такие постановления, которые помогут сегодня верующим людям в самом, конечно, важном таинстве святаго причащения и таинстве покаяния. Следующий документ был принят о статусе иночества. Дело в том, что в ближайшее время будет приниматься документ положения о монашестве в Русской Православной Церкви. И статус иночества многими рассматривается как первая ступень монашества, а другими рассматривается как послушничество. Все-таки ведь обетов не дает человек, которого постригают в иноке, даже порой меняют его имя, он обетов не дает. Значит, все-таки, скорее всего, это послушничество рисофорное, хотя одевают уже в рясу и клобук, а не монашество. И все-таки архиереи приняли решение считать иноческий постриг, иночество рисофорным послушничеством. Что это означает? Это означает, что если человек выходит из монастыря, уже будучи иноком, как бы на нем нет как бы канонических последствий после такого выхода из монастыря. он только лишь получает определенную эпитемию, как человек, который дал некие внутренние, он не давал обетов, но некие внутренние обещания, желание быть монахом, не исполнил их. Более того, если таковой человек создает семью, вступает в брак, то он не имеет права быть рукоположенным в священный сан. Вот такие последствия лишь только распространяются на инока или инокиню, которая вышла из монастыря в мир. Следующий был принят документ о распределении выпускников московских и санкт-петербургских духовных школ, а также семинарий города Москвы. А что я имею в виду? Дело в том, что у нас сегодня есть епархии, в которых катастрофически не хватает кадров священнослужителей. Там и население, это мало, собственно говоря, и огромные территории. Это Дальний Восток, Сахалин, Камчатка, Сибирь, север. И вот принято решение на архивском совещании, что все выпускники санкт-петербургских и московских духовных школ, также семинарии города Москвы, которые поступили из епархии, мы так назвали, епархии доноры, то есть из епархии, в которых достаточное количество своих кадров священнослужителей и уже нет дефицита в кадрах. Эти выпускники таких епархий посредством определенной комиссии, созданной в рамках распределения, распределяются на два года или на три, скажу, на несколько лет. Распределяются на несколько лет для несения обязательного послушания на Сахалине, Камчатке, Дальнем Востоке, Севере или в Сибири, там, где не хватает кадров священнослужителей. И уже потрудившись эти годы имеют полное право вернуться в свою епархию, с которой они прибыли. Ну и, конечно, местный архиерей обязан дать хорошее место данному священнослужителю, который выполнил послушание и послужил, скажем, на Крайнем Севере. Хотя прибыл совершенно с другой епархии, например, с Юга России. Это очень важный документ, когда церковь начинает не только на региональном уровне, как бы, так сказать, распределять кадры, но церковь распределять кадры уже на межрегиональном уровне, и причем в таком большом количестве. Может быть, не все, скажем, смогут поехать в эти отдаленные места. Кто-то еще не принял священный сан, например, мирянин, ну, насколько он нужен там. Хотя некоторые миряне, выпускники духовных школ, могут быть, конечно, и катехизаторами, и помощниками настоятелей по разным другим направлениям просветительской деятельности. Но в первую очередь, конечно, нужны священнослужители. И это, безусловно, очень большой, и это, безусловно, очень важное решение церкви. Да, это труд. Серьезный труд, серьезное решение. Приехав, скажем, из теплого Краснодара поехать в Якутию или в Магадан потрудиться два или три года. Но на самом деле сегодня это очень важно для церкви. Это еще раз свидетельствует о том, насколько церковь сегодня заботится о своих верующих, омерянах, у которых нет достаточного количества духовенства. Насколько в церкви большая дисциплина и серьезный уровень послушания. Направили священника сюда, значит, он должен поехать сюда, потрудиться, отдать свои силы, свои знания. Вот церковь тоже ведь сегодня вкладывает огромные средства в обучение данных студентов, скажем, Московской духовной семинарии или Академии. Сегодня это бакалавриат или магистратура. Или, скажем, в других московских семинариях, Сретенской семинарии, Никола-Угрышской семинарии. Вот это, безусловно, такое очень практическое и важное решение. Не простое, но очень важное. Сретенская семинария